Приветище! Мы находимся в Средневековье и здесь мы чиним все. От заказов королевств до заказов обычных граждан. Мы помогаем чинить, восстанавливать и прочее, прочее, прочее. В прошлой серии мы играли в пролог, в демку этой игры. Сегодня у нас целая игра. И как ты видишь, здесь в нашей гостинице. К сожалению, нет, сохранение не удалось перенести с пролога в эту игру. И к тому же тут совсем другая механика уже появилась. Ну, нет, механика та же осталась. Например, смотри, вспомнишь, у нас был тогда глаз. Как он называется? Глаз смотрителя. Он помогал нам отыскивать мусор. Теперь мы этот глаз можем качать. То есть, смотри, шестое чувство. Иногда вокруг царит такой хаос, что непонятно за что взяться. Без паники сосредоточьтесь, нажав Z и увидите все пятна и мусор поблизости. Короче, это наша суперсила. И по сравнению с прологом, суперсилы мы можем прокачивать. Давай посмотрим, что еще у нас есть. Переговорщик. Все цены ниже на 10%. Круто. Большой рюкзак. Место для еще одного предмета. Понятно. Компас. Компас указывает на объекты, которые нужно починить. Ладно, давай пока ничего качать не буду. Потому что я не знаю, что наступит первым. Переговоры или мне понадобится место в рюкзаке. Поэтому оставим это на потом. А сейчас мы отправляемся чинить. Смотри, что чинить. Требушеты будем строить. Вот. Убирать мусор где-то на поле боя. Королевство нас зовет. Погнали. За это нам заплатят тысячу золотых. Вау. Вау-вау-ва. А, зима. Нифига себе. Ладно, значит, мы на поле боя. Почти. Почти. На границе где-то. Нам нужно построить вот эту штуку. А еще, кстати, тут появились... Смотри, что. Топоры. Мы можем урубить деревья. Раньше этого не было. Ладно. Давай, глазик, покажи нам, что делать. Вон внутри все запчасти есть. Части, запчасти. Туда сейчас и побежим. Погнали. Открывайся, дверка. А, вначале нам нужно убрать мусор в этом сарае. Не вопрос. Все это тихонечко выкидываем. Для чего мы все это делаем? Для того, чтобы заработать денег и построить свое королевство. Балки эти могу взять. А еще появились письма, в которых мы можем узнать какую-то историю. Вот, например, командующий. Нет лучше выступления, чем искреннее поздравление. Позвольте же поздравить вас с удачной операцией по добыче кристаллов. Да, кстати, тут везде добывают кристаллы какие-то. Благодаря которым наши волшебники разгромили вражеское войско. Пользуясь случаем, хочу выразить соблезнование в связи с гибелью агента няни. Она была отличным солдатом и нашей армии будет ее не хватать. Однако, это не главная причина, по которой я вам пишу, командующий Пин. Дело в том, что мой любимый сын вот-вот достигнет совершеннолетия. В связи с этим, я бы хотел подарить ему собственные владения. К сожалению, лорд Крафт, владеющий дворцом, идеально подходящий моему сыну, не желает его продавать. На острове, конечно, хватает других земель. Но ответ лорда Крафта был настолько оскорбителен, что я готов пойти менее традиционным путем, чтобы заполучить его владение. Я всегда придерживался мнения, что дипломатия и торговля удел слабаков. Командующий Пин, приказываю вам мобилизовать все необходимые войска. Уверен, лорд Крафт не ожидает визита, так что штурм должен пройти гладко. С уважением, граф Регурс. Вот. Значит, требушет мы строим для графа... Как его там? Граф Ребу... Регус, Ребус, хотел сказать. Граф Регус, окей. Значит, берем доски. Ну, что поделать. Как говорится, деньги не пахнут. Мне нужно свое королевство строить, поэтому будем помогать воякам. Вот эти досочки можно взять? Вот, можно. Еще они тут валяются. Сюда воткнем. Ну, в принципе, мы уже почти закончили. А насчет сарая я здесь все убрал? Нет, конечно. Вот еще письма какие-то лежат. Давай почитаем. Граф. Спасибо большое за добрые слова. Вы настоящий пример благородности и для меня честь вам служить. Это первая записочка. Вторая. Поручик. Семен. Семен тут есть. КБ. Не знаю, кто это такой. Без понятия. Все, мы все прочитали. Берем, значит, доски. Еще. Это бревна. Даже не бревна. Да нет, это бревна. Бревна же бывают разные. И цилиндрические, и квадратные. Могут вообще их сделать рельефными, например, волнистыми. Ну, это я, конечно, преувеличиваю. Все. Мы достроили три бушет. Вот так. Вот так. А нет, еще двух не хватает бревен. Но они тут вот валяются, в принципе. Не проблема. Сейчас будет водника. Еще два не хватает. Одно здесь, другое здесь. Я закончил миссию. Надеюсь, мне дадут кучу бабла. Готово. Постройка три бушета у нас увенчалась успехом. Теперь нам нужно положить инструменты в ящики. То есть нам нужно разложить инструменты. Забираем инструмент. А ящик-то где? Какой ящик? А, вот сюда. Поставить. Плотничьи инструменты надо собрать. Вот мне больше делать-то нечего. Как будто плотник и сам не мог. Больше инструментов я нигде не вижу. Может быть, они на улице раскиданы. Давай нажмем Z. Нищищайно видно. Давай тут тоже дверь откроем. О, смотри. Метелкой надо подмести. Ну, давай. Берем, значит, нашу метелочку. И начинаем фигачить стеночку. На другой стеночке тоже у нас есть чуть-чуть. Сколько нам пятен надо убрать? Два пятна. Ну, вот, собственно, второе. Дальше мы идем искать инструмент, который мы не положили в ящик. Не знаю, где он еще может быть. Тьфу ты, смотри, как она тут лежит. Это отвертка или что там? Короче, она так лежит, что даже не видно ее было. Отлично. Награда тысячи и бонус за вознаграждение еще 200. Возвращаемся домой. Да, теперь мое королевство называется Ченилкин. В прошлый раз я назвал его Ченила. А теперь будет Ченилкин, потому что я не знал, что это будет наше королевство. Еще одно задание появилось. А, насчет увеличения территории. Тут дощечка исчезла. Смотри, ее нету. То есть, как увеличивать территорию, я не знаю. Также у меня нету возможности чего-то построить. Видишь? Нету штуки для строительства. Так что, идем дальше. По всей видимости, нам просто эти инструменты еще не выдали. Строительство маленького дома. О, после него мы могли строить, кстати. Говорят, вы неплохой строитель. Желаете узнать пару новых трюков? Приходите на окраину города. Поможете нам закончить одну работенку. Заодно и научитесь чему-нибудь. Само собой, мы заплатим. Погнали. Давай в эту деревенечку. Да, отлично. Это та самая деревенька, где нас научились строить. И вот у нас появились в быстром доступе строительные материалы. Ну, сейчас мы быстренько это все дело сделаем. Ну, все. Дом я быстренько построил. Кстати, ты уже наверняка заметил, что здесь есть русский язык. Да, в полной версии он появился. И это очень облегчает задачу. А еще появились пункты. Сколько сундуков на этой территории есть? Тут нет сундука. То есть тут есть два сундука и записки. Ноль записок. Я только сейчас обратил на это внимание. Возможно, раньше тоже были эти подпункты. Вот сундук. И смотри, раньше мы его просто открывали и получали деньги. А теперь мы это золото можем забирать. Вот. Это прям вообще кошерно. Дом-то построил, а с крышей смотри, какая беда. Крышу не так сделал. Но да ладно, все равно не мне там жить. И так сойдет. Это, конечно, неправильная логика. Надо дверь закрыть. Всегда надо строить грамотно. А то иначе меня потом не позовут делать другим дома. Скажут, все равно ты рукожоп. Че тебя звать? И последний сундук у нас. Тут 500. В прошлый раз косарь лежал. Ну вот. Да, мы дома имеем 11 тысяч золотых. Постройте дом. И будем сейчас строить свой дом. Эх, все по новой. Ну давай, наверное, мы начнем с самого простого. Мы построим маленький домик, чтобы выполнить задание. Вот у нас тут есть задание. Мы его выполним. Дом, значит. Можно как-то это перенести все? Да, можно. Отлично. Чтобы это у нас было в быстром доступе. Мы можем также еще открывать двери и ставни. Вот они закрыты. За 50 мы можем открыть, видим. А, нет. Они открываться будут по мере прохождения игры. Зато у нас есть ступеньки. Новые ступеньки. Балконы появились. И особые предметы. Это камины и какие-то столбы. То есть список у нас расширился. И это очень круто. Ладно, давай начнем со снов. Вначале построим фундамент. Вот таким вот образом. Дом у нас будет, наверное, 3х3. Здоровенный. Вот такой вот большущий. Теперь ставим стеночки. Нет, вначале окна давай. Окна здесь. Здесь проход. Окно здесь. Я люблю много света. Значит, одно окно здесь. Ставим дверь. И обычные стеночки. Готово. Все это мы заливаем деревом. Где у нас дерево, дерево, дерево. Вот древесина. Старая древесина. А как выглядит старая древесина? Вот так. А как выглядит обычная древесина? Вот так. Давай мы, короче, тут заменим. И пусть у нас везде будет новая древесина. Свежачок, как говорится. Вот здесь вот стеночку забыл влепить. Пожалуйста. Слушай, а как выглядели бы стенки из старой древесины? Старая древесина. О! А снаружи как это выглядит? Снаружи мне больше нравится старая древесина, потому что она светлая. А я люблю все светлое. Готово. Коробка у нас есть. Пойдем зайдем в инвентарь и выберем двери. Двери есть такие, есть такие. Ставни такие, такие. Еще вот такие. Короче, двери вот такую воткну. Нормальную, суровую. Барскую. Она сюда, конечно, не вписывается. Но да ладно. Зато никто не вломится. Ставни у нас будут подстать нашей двери. Такого же оттенка. И с таким же рисунком. Сразу же их откроем. Вот. Чтобы... Кстати, они без решеток. Есть вероятность, что залезут медведи. В прошлой серии мы строили ставни с решетками, потому что не было других. Что еще мы можем добавить? Ступени. Ступени я бы вот здесь вот сделал. Хоть такие простецкие, но пусть будут. Балкон. Хочу балкон, не могу. Для этого нам нужно вначале сделать потолок. Ладно, давай потолок заделаем. Вот окинный потолок. А где у нас подъем на второй этаж будет? Наверное, вот здесь вот. Так вот. Сейчас выберем лестницу. Там их куча у нас. Лесенка у нас будет вот такая вот. Мне это очень нравится. Эй, эй, эй. Вот. Ой, блин. Это капец, как много места съедает. Давай посмотрим другую лесенку. Короче, предлагаю сделать вот так вот. Сносим здесь все. Здесь тоже все. Дверь у нас, получается, будет не по центру, а сбоку. Вот так вот. А здесь будет стеночка. Все, и теперь мы спокойно можем по лестнице здесь подниматься. Пол вот так вот. Заделываем его. Есть! О, смотри, дом соседний появился. Офигеть. Я даже крышу не успел доделать. Интересно, а кто там живет? Ладно, фиг с ним, с нашим домом. Пойдем посмотрим, кто у нас сосед. Хочу, хочу, хочу. Двери, конечно, закроем. Сосед! А где он? А, вот он. Как дел... А, это кузня вообще. Смотри, воркшоп. Что написано? Мастерская. Это мастерская. Здесь можно переименовывать город, создать знамя и открыть новую мебель. Заходите и попробуйте. Ну, пойдем, поглядим. О, крутая. Крутая, крутая. Блин, когда у меня уже шпатлевка-то откроется? Я хочу такие же стены делать. Четкие. Так, мы находимся в мастерской. Тут куча книг. Давай почитаем. А, флаг. Угу. Ну, давай, значит, придумаем флаг. Все, я определился. Вот мой символ. Он будет такой. Сменить флаг. Отлично. Даже прикольненько смотрится. Дальше. Что у нас тут? Переименовать королевство. Ченилкин. Пусть будет такое. Меня устраивает. А здесь мы можем открывать новую мебель. Вот где она открывается. Хорошо. Ха. Чтобы открыть эту мебель, ее нужно собрать еще. Так, подожди. Вот это да. Вот мне больше делать-то нечего. Собирать мебель, которую я буду собирать. Точнее, не собирать, а мастерить. Значит, это вот сюда. Это снизу. Это... Ой, перепутал. Это так. А это вот так. Все. Новая кровать открыта. Принять. Давай еще что-нибудь открыть. Попробуем, например, вот это. Вы точно хотите открыть этот предмет за 2000 золотых? Ну, я не знаю, что там вообще. Я не вижу. Тумбочка. Ладно, давай откроем. За 2000 золотых. Почему бы нет? Собираем. Я еще, конечно, не построил себе дом, а уже трачусь на мебель. Это как-то слишком дерзко с моей стороны. Ну, что поделать. Хочется. Финансы пока позволяют. Все. Тумбочка есть. Больше я открывать ничего не буду пока что. Мы поняли, как и что здесь работает. И это очень важно. Ладно, пойдем продолжим строительство нашего дома. А что мы в втором этаже, кстати? Мы можем сюда зайти? Можем. Блин, ну прикольно, когда ты видишь строение, в которое ты можешь зайти и взять отсюда какие-то свои придумки. У нас появились новые задания. Давай какое-нибудь задание возьмем и возместим 2000 потраченные на тумбочку. Время уборки. Этот старый дом нуждается в ремонте. Очистите стены и пол, соберите мусор и приведите в порядок сад. Еще надо будет расставить мебель на втором этаже. Окей, погнали. Время уборочки. О, о, о. Вот это домище. Мусора в нем 42 единицы. Мда, это домище. Капец, я тут замучаюсь. О, вот это можно топором срубить. Я же тебе еще не показывал топорик. Вот, пожалуйста. Дерево тоже можно рубить и оно вот так вот рубится. Мне это очень нравится. А потом мы можем все это молотом снести. А еще все это дело разрубить и дерево забрать себе в карман. Вот так вот. И потом из него что-нибудь построить. С этим и надо что-нибудь делать? Вроде оно нормальное. Так. Тут тоже срубить надо. Сколько деревьев нам срубить надо? Уберите старые пни и деревья. Три штуки. Окей. Все срубим, все уберем. Забираем. И пень выкорчевываем. Дальше. Готово. Я так могу все вырубить. А, срубим все. Все равно идет мне в копилочку, чтобы я потом из этой древесины дом построил. Так. Отлично. И пнюхана. Все. Одно задание мы выполнили. Это хорошечно. Теперь надо убрать мусор. Есть что-нибудь в колодце? Может туда занырнуть? Нет, нельзя. Тут походу все. А, нет, не все. Пятна, пятна, пятна. Надо же отмыть. Давай отмывать. Пятен у нас пять штук. Насрали тут, конечно, знатно. Ох уж эти аристократы. С пятном все. А вот и мусор. Небольшой. Кстати, давай сверхспособностью воспользуемся. Мусора, конечно, вагон внутри. Снаружи я вроде бы все убрал. Ага, точно. Ладно, врываемся. Откройте дверь. Open the door, please. А как туда попасть? Где черный ход? Прислуги нужно войти. Я же считаюсь как прислуга, да? Через парадный ход не нельзя войти. А, вот. Вот. Господи. А вот это нельзя открыть, да? Походу. Ладненько. И берем швабру и начинаем фигачить. Мусор, камни. Это что здесь, собственно, было-то? Тараканье. Просто взял ладошкой, собрал и выкинул на улицу. Здесь вроде все на первом этаже. Годненько. Вау, вау, вау. Полегче. Полегче, please. Со шкафом тут какая же беда. Давай его двигать. Надо его переставить куда-нибудь. Куда тебя поставить? Давай здесь в угол воткнем. Вот так вот. Стой здесь. Кровать еще надо на втором этаже поставить. Правильно же? Да, на втором этаже. Табуретку давай поставим грамотно. Мешки тут должны быть или нет? Все убрать. Ничего не должно быть. Стол какой-то дырявый уже весь. Точнее, гнилой, а не дырявый. Тут у нас что? Все убрать. Это сюда поставить. Шваброчку достаем. И начинаем наяривать. Теперь надо кроваточку воткнуть. Ну, кровать. Мы самую простую, дешевую. Нам деньги-то еще нужны. Можно за 50. А, 50 это матрас. Мы же выяснили. Давай за сотку. За сотку норм возле шкафчика. Красота. Кровать стоит. Но нужно еще поставить мотрасик. Поставить кровать на втором этаже. Я же поставил. Что, не такую кровать надо было? Подожди. Вот я на втором этаже. А это третий получается, правильно? Или это второй этаж? Непонятно, как считать. Ладно, давай тут приберемся. Вон тараканье убегает. Убираем. И попробуем сейчас притащить сюда кровать. Надеюсь, это зарешает. Вот так вот. Ну, кроватка, иди на второй этаж. Я тут все вроде бы. Мусор весь убрал. Так, подожди. Мне нужна кровать. Вот. Кровать, двигаемся. Ой. Лесенка неуютненькая. Лесенка. Вот здесь кровать нельзя поставить. Давай прям посередине. Во, да. Все, она воткнулась. Отлично. Матрас. Хе-хе. В воздухе висит. Сейчас матрас тоже сюда поставим. На самом деле, может быть, матрас продать, а? Ну, зачем я его купил? Кровати достаточно. Поставьте шкаф на втором этаже. А, ну и шкаф тоже. Иди сюда. Иди к папочке. На второй этаж. Миссия выполнена. Остаться. Я хочу вокруг тут пробежаться и посмотреть, нет ли тут сундуков случайно. Хотя вокруг я уже все обижал. Выйти за пределы нельзя. Ну все. Тогда получается здесь все. Выходим. Вернуться домой. Ух, мой сладенький дом. А че еще за задание тут висит? Слушаюсь, капитан. Приветствую. Ходят слухи, что вы лучший реставратор в этих краях. Надеюсь, вы сможете уделить мне крупицу своего времени. Дома слав воемил. Ух, ого-го. И семь тысяч наградок. Круто. Но это мы сделаем в следующий раз. А сейчас... Ой, лавочку. Лавочку надо отсюда убрать. Подождите. Появились, смотри, ремонтные всякие штуки. Обалдеть. Мы растем на глазах. Давай зайдем в дом. И поставим здесь хотя бы кроватку. А, нет, не кроватку. Балкон. Я же хотел террасу. Вот, значит, балкончик. Как нам тебя тут поставить? Короче, балкон пока что-то не цепляется. Видимо, стенки надо возвести. Ну, давай, допустим, вот стеночка. Да, отлично. Значит, вот здесь вот у нас будет балкончик. А как мы будем на него выходить? Подожди. Я это не предусмотрел. Черт. Мне уже надо выходить. А тут лесенка. Эээ, хорошо. Здесь убираем. 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 Значит, здесь у нас будет выход. И вот теперь у нас будет большущие балконища. Отлично. Просто чудесно. Заделываем это все нашей удивительной древесиной. Вот так вот. Чудесная древесина. А здесь, чтобы не свалиться с нашего балкончика, нужно поставить вот такие вот штуки. Но что-то она сюда не ставится. Может быть, поменьше? О, поменьше прокатит. Блин, поменьше так тоже не ставится. Только вот так. Странно. Ну вот, первые сложности. Давай тогда мы это все дело на колонны попробуем поставить. Подожди, подожди. Я хочу... Колонны, блин, под балкон поставить не получается. Чтобы их поставить, нужно фундамент замутить. Дверь закройся. Короче, странная тема с балконом. Прям вообще. Ну, короче, не знаю. Давай крышу доделаем. Вот такую крышу хочу. Чтобы с двух сторон вот такие вот штуки были. Вот. Получается, это, короче, крыша над балконом. Значит, все это в древесину. Сейчас забабахаем. Вот так вот. Вот, отлично. И вон там окошечки, видишь? Виднеется. Единственное, только что надо это все в другой цвет. Вот в этот вот. Вот так вот. В общем, дело тут еще навалом. Буду сидеть и думать, что с этим делать. А что по итогу надумал с крыши, то увидишь в следующем ролике. Но на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забудьте. Не забудьте поставить Лукас под этим видео. И подписаться, если ты еще не подписан. Ну, а я с тобой вращаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.